Рассмотрим действия установки, состоящие из подковообразного магнита, проволочной рамки и миллиамперметра. Рамка находится в магнитном поле и подключена к чувствительному миллиамперметру. Установим плоскость рамки перпендикулярно линиям магнитного поля. Назовем это положение начальным. Очевидно, в этом положении рамку пронизывает максимальный магнитный поток. Если теперь быстро повернуть рамку из этого положения на 180 градусов, то можно заметить, что в процессе поворота рамки стрелка прибора отклоняется на несколько делений. При дальнейшем повороте рамки в том же направлении, еще на 180 градусов, стрелка отклоняется в противоположную сторону. Данный опыт свидетельствует о том, что при вращении рамки в магнитном поле в ней возникает электрический ток. Направление тока меняется при каждом повороте рамки на 180 градусов от ее начального положения. Согласно показаниям миллиамперметра, при этом меняется и сила тока от нулевого значения до некоторого максимального в тот момент времени, когда рамка повернется на 90 градусов изначального положения. При этом магнитный поток меняется от максимального значения до нулевого. При дальнейшем вращение рамки ток убывает и принимает нулевое значение в момент времени, когда рамка повернется на 180 градусов. Если продолжать вращение рамки еще на 180 градусов, то характер изменения силы тока сохранится, но его направление будет противоположным. Электрический ток, значение и направление которого периодически меняются, называют переменным током. Рассмотренный выше опыт представляет собой пример работы простейшего генератора электрического тока. В настоящее время переменный ток получают в основном с помощью электромеханических индукционных генераторов, преобразующих механическую энергию в электрическую. Вращающаяся часть генератора называется ротором и является источником магнитного поля. Ротор располагается внутри стальной станины цилиндрической формы, называемой статором. Во внутренней части статора имеются специальные пазы, в которые укладывается медный провод в виде витков. При вращении ротора в этих витках индуцируется переменный ток. Ротор также имеет сложную форму и представляет собой стальной сердечник с навитой на него обмоткой, по которой протекает постоянный электрический ток. Создаваемое этим током магнитное поле вращается вместе с ротором. Ротор генератора вращается при помощи какого-либо двигателя, гидротурбины, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания. Поскольку скорость вращения гидротурбины мала, роторы современных гидрогенераторов имеют несколько пар полюсов. Применение многополюсных генераторов позволяет в определенных пределах варьировать частоту переменного тока. Стандартная частота переменного тока, используемого в электрических сетях России и странах Европы, равна 50 Гц. Это означает, что период колебания электромагнитного тока составляет 0,02 секунды, и через каждую сотую секунды направление тока меняется на противоположное.